В эфире новости РТК Забайкалье, в студии Марина Пожидаева. Здравствуйте! Вначале коротко о главных темах нашего выпуска. В погоне за двухколесными в ходе рейда «Мотостоп» сотрудники ГИБДД выявили больше 120 нарушений правил дорожного движения. Мечта сбылась. Сын участника СВО своими глазами увидел Парад Победы на Красной площади благодаря губернатору Забайкалья. Обряд сватовства и настоящая свадьба в Чите впервые масштабно отметили Международный день семьи. С начала года в Забайкалье произошло более 50 ДТП с участием мотоциклистов. Погибли 9 человек, двое из них – дети. Для предупреждения аварии на дорогах в Чите прошел рейд «Мотостоп». Участие в нем принял и мой коллега Эльшат Сафаров. Не прошло и получаса с начала рейда, а экипаж уже начал погоню. Сколько мотоциклистам лет – неизвестно, но вот желание поиграть в догонялки с ГИБДД хоть отбавляй. Как объясняют инспекторы, зачастую такие гонки устраивают водители без документов или прав. Все ради адреналина. Вот только исход может стать трагичным. В текущем году на территории Забайкальского края зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие с участием водителей мототранспортных средств. В данных ДТП 9 человек погибли, 54 получили травмы. С несовершеннолетними зарегистрировано 12 аналогичных дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 ребенка погибли и 12 получили ранения различной степени тяжести. Но пугающая сводка, кажется, не останавливает мотоциклистов. Как и красный сигнал светофора, пешеходы, да и бордюры – не помеха в погоне за экстримом. Этому мужчине скорость и хитрость не помогли избежать встречи с инспекторами. В попытке скрыться во дворах он загнал себя в тупик. Расскажите, пожалуйста, почему вы бегали? Я не буду никаких комментариев давать. И пусть с нами водитель говорить не захотел, сотрудникам ГИБДД отказать уже не получилось. Так, документы, знаете, на мотоциклах? Что есть? Нету. А вообще ничего нет? А где мотоциклаться? Там в Золгом. В Золгом? А там что, сколько убьют? Что за мут? Ну, дурик. Кто иконник или кто это? Или пантер. Сколько убьют? 250. 250? А, ну, категория нужна там, а? А у вас что, категории вообще нет? Забыли просто? Нет. Нет категории? Ну, понятно. Забыли сдать. Так. Хочу вот отучиться, ну. А, ну ладно. Ну, ничего, сделаем. Давайте, присоединяем. Все. Ни прав, ни документов, да и адреналина не осталось и следа. А зато грозит большой штраф и конфискация мотоцикла за нарушение сразу нескольких правил дорожного движения. А этому мужчине повезло не оказаться на больничной койке. В попытке оторваться от погони он упал с мотоцикла, чудом не покалечил себя или играющих на площадке детей. Но избежать наказания у него не вышло. В ходе рейда инспекторы не обошли стороной и самокатчиков. Главное нарушение – переезд дороги в неположенном месте. За это, к слову, нарушителей ждал штраф. Выписали штраф. Надеюсь, больше такого не повторится, потому что штрафы оплатить не особо больше хочу. Да и нарушать дорожные движения тоже. В рамках рейда сотрудники ГИБДД выявили 127 нарушений правил дорожного движения. Два мотоциклиста привлечены к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Еще 39 не имели документов. На спецстоянке отправились 26 мотоциклов. Кроме того, за нарушения ПДД привлечены к ответственности четверо самокатчиков. Эльшат Сафаров, Никита Дроздов, РТК Забайкалье. Уроженцу Чернышевска Матвею Приставкину посчастливилось побывать на Параде Победы в Москве. Попал он туда благодаря губернатору края Александру Осипову. На елке желаний для детей бойцов СВО глава региона вытянул именно его новогоднюю открытку с желанием. Подробности у Даниила Ботвинского. Моя мечта осуществилась. Я нахожусь на самом главном событии нашей страны. Остаются считанные минуты до начала парада. Эмоции, которые переполняют меня, не описать словами, это гордость, радость и восторг. Далеко не каждому удается побывать на Красной площади и своими глазами увидеть Парад Победы. Матвей Приставкин недавно вернулся из Москвы и полон впечатлений. Побывая в центре празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ему удалось благодаря губернатору Забайкалья Александру Осипову, который вытянул желание мальчишки на новогодние елки. Не видится, что ты там именно находишься. По телевизору это совсем другое. А когда находишься именно там, это другие чувства, которые нельзя передать, наверное, даже. Папа Матвея сейчас находится на СВО, служит в ремонтной бригаде. Когда в сентябре 2022 года началась мобилизация, главу семьи позвала Родина. Сразу после получения повестки он без лишних раздумий отправился в военкомат. Первый раз уехал, как-то все получилось. Вот так как-то сумбурно получается. Я даже не успела его проводить, потому что все так быстро. Прибежал домой, собрал вещи, убежал. Сказал, чтобы мы не огорчались. Все равно это же жизненное. Всех мужчин забрали, кому положено. Сыну наказал, чтобы помогал мне. Возвращение бойца со специальной военной операцией ждут всей семьей. Последние месяцы связь удается держать только по телефону. И то редко. Тем более, за время его отсутствия в семье появилось пополнение. Надеюсь, снова будет отпуск. Возможно, сейчас ему дадут летом снова. Как бы он должен быть у него. И мы собираемся все вместе навестить свою дочь, увидеть свою внучку. Это же большая радость. Мы долго ждали. Матвей очень гордится своим отцом. И из-за этого с головой погрузился в изучение военного ремесла. Для себя он уже давно решил, когда вырастет, посвятит свою жизнь защите Родины. Меня всегда эта военная романтика притягивала, наверное. И поэтому, ну если будет такая возможность, то да. А вот почему? Ну не страшно? Ну нет, наверное. Потому что, ну, настоящий мужчина же ничего. Ну, конечно, он боится, но не в таком объеме. Поэтому, ну, не боюсь, не страшно. Но главная мечта Матвея после победы вновь побывать на Красной площади. Уже не только вместе с мамой, но и со своим отцом. Даниил Батвинский, Антон Носов, РТК «Сбайкалье». Одной традицией больше. Накануне во Дворце Брагосочетания впервые масштабно отметили Международный день семьи. Праздник был превозглашен Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1993. Но в этом году четинцы решили отметить его по-особенному. От народных истоков до настоящих таинств. Празднование Международного дня семьи в этом году стало для многих четинцев настоящим подарком. Не только приятный исторический экскурс от Четинской слободы, продемонстрировавший исконно русский обряд сватовства, но и необычное дефиле в свадебных платьях. А дальше больше – регистрация брака, что называется, в прямом эфире. Планировали давно. Сегодня 15 мая еще и день семьи. И в России вроде как год семи выбрали этот день. Как оказалось свободно, еще и такое мероприятие получилось здесь. Волнительно, конечно, было. Очень приятно было получить поздравления именно в этот день. Поздравить молодоженов пришли и представители власти. Для руководителя городской администрации Инны Щегловой, как выяснилось, дата была тоже особая. У меня сегодня двойной праздник. Мало того, что день семьи, у меня сегодня еще и 45 лет совместной жизни, и моих родителей поэтому двойное. И я считаю, что, конечно, тогда, когда люди живут в мире и согласии долгое время, их обязательно нужно почтить. А те, которые вновь создают семьи, им нужно пожелать того, чтобы, ну, прежде всего, проявляли терпение друг друга и любили обязательно. Не менее значимое событие и для многодетной семьи Дедюхиных сегодня свой первый документ получает самый маленький представитель этой фамилии. На руках у папы спокойное тепло, но вскоре этому мальчику предстоит стать настоящим победителем. Имя Виктор обязывает. Следом уже идут юбиляры. Семье Толстокулаковых в этом году исполняется 50. Все-таки брак – это стабильность завтрашнего дня, это защищенность женщины в завтрашнем дне. И поддержать молодые семьи, и показать, что на протяжении многих лет мы ждем ЗАГС открыт для юбиляров, которые отмечают 25 лет, 50. Семью нужно и важно поддерживать, в том числе и вот такими душевными мероприятиями, когда от каждой истории веет любовью. По словам организаторов, этот праздник теперь будет проводиться в таких масштабах ежегодно. 20 молодых кедровых ростков накануне появились на территории детского оздоровительного лагеря «Парус» во время проведения экологической акции «Я посадил кедр». В высадке предшествовала долгая подготовительная работа. Еще в январе предварительно купленные орехи замочили в воде. Пригодными для посадки оказались только утонувшие семечки. Спустя несколько месяцев первый кедр, наконец, украсил собой лесной массив лагеря. Такие акции, по словам организаторов, призваны не только внести вклад в озеленение Забайкалия, но и стать воспитательным моментом для молодых людей. Мы эти кедры выращиваем для будущего. Сейчас нужно привлекать молодежь к этому. Это патриотическое занятие. Любить свою родину, озеленять ее, любить природу. За этим скромным кедровым лесом в лагере продолжат ухаживать и дальше. В планах огородить его, чтобы создать благоприятные условия роста. Аналогичный опыт у паруса уже есть. Несколько лет назад здесь были высажены ростки абрикосового дерева. Это еще не все новости на сегодня. Смотрите далее в нашем выпуске. Выбор специальностей в ВУЗе. Какие направления пользуются особым спросом у абитуриентов? Обсудим сегодня с ИО ректора ЗБГУ Оксаной Мартыненко. «Сокровенное сказание монголов» в поселке Агинское прошел премьерный показ художественного фильма на бурятском языке «Алан Го». Пап, зачем ты каждый год идешь сжечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? А если сгорит лес и наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись. Не поджигай сухую траву. Продолжаем выпуск. Сегодня в ЗБГУ прошла стратегическая сессия «Современные музеи» в рамках мастер-плана Читы. Ее провела министр культуры Забайкалья Ирина Левкович. Участниками сессии стали студенты разных факультетов ЗБГУ. Историко-филологического, горного и факультета культуры и искусств. Учащиеся в командах под руководством наставников за пару часов разработали свои проекты музейно-исторического комплекса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие направления, судя по прошлому году, пользуются наибольшим спросом среди абитуриентов? А на какие подают документы меньше всего желающих? Абитуриенты хотят изучать языки. Они выбирают лингвистику. Специальности связаны с переводом, с изучением иностранных языков, международными отношениями, востоковедением. Также по-прежнему популярна юриспруденция экономикоуправления, медиакоммуникации. И в то же время, что очень радует, мы видим рост спроса на инженерные специальности. В прошлом году у нас был хороший конкурс на энергетику, на информационные технологии. Традиционно он высокий во всей стране и в нашем университете тоже. Высоким спросом в последние годы пользуется горное дело и все, что связано со специальностями горной инженерии и строительство. И вот такая структура спроса абитуриентов сформировалась у нас уже в течение нескольких лет. И это хорошая структура. Нас она очень радует. Какие направления пользуются меньшим спросом? Ну, я бы не сказала о меньшем спросе. Скорее, наверное, о большем количестве предложений. Потому что, например, на педагогику в Забайкальском государственном университете традиционно выделяется большое количество бюджетных мест. И так получается, что этих мест хватает практически всем абитуриентам, кто хочет поступить на специальности, связанные с педагогикой. Это понятно, потому что дефицит педагогических кадров сохраняется. Востребованность в этих кадрах огромная и в Забайкальском крае, и на Дальнем Востоке, и во всей Российской Федерации. Поэтому ребята, которые поступают на педагогику, точно не ошибаются в своем выборе. Это широкий такой спектр подготовки, который позволяет работать в огромном количестве очень разных сфер, в том числе и в школе. И там тоже всегда есть свой абитуриент. Но конкурс там ниже, я думаю, что именно потому, что достаточно большое количество бюджетных мест. К 2035 году в Крайовой столице планируют построить студенческий кампус Забайкальского края. На каком этапе реализация этого масштабного проекта сегодня? Ну, мне бы очень хотелось, чтобы это случилось раньше 1935 года, и мы очень надеемся, что это действительно будет раньше. Сейчас в нашем регионе под эгидой правительства Забайкальского края при личном участии Александра Михайловича Осипова создана расширенная рабочая группа, в которую входят представители всех учебных заведений нашего региона. И в нее включены также представители наших вузов-партнеров из Центральной России, ведущих российских университетов. Очень активное участие принимают наши индустриальные партнеры, заказчики кадров, работодатели Забайкальского края. И эта группа прорабатывает общую концепцию кампуса, потому что нам важно понимать, во-первых, какое новое содержание будет реализовываться в этом новом университетском кампусе, и, соответственно, какой именно дизайн проекта должен быть для того, чтобы это содержание можно было бы там реализовать. Конечно, ставка делается прежде всего на специальности инженерно-технологические, поскольку президент ставит сейчас перед нами задачи, переходы экономики на совершенно новый уклад и достижение технологического не просто суверенитета, а сегодня уже звучат другие слова, технологического лидерства. И такие задачи стоят буквально перед каждым регионом. Не нужно думать, что это не про нас, это абсолютно про нас. И мы сделаем все, чтобы быть к этому готовыми. Сегодня этап реализации очень конкретный. Подготовлено техническое задание для проектно-сметной документации. И, насколько я знаю, по моей информации, буквально в ближайшие дни конкурс на разработку ПСД кампуса будет запущен. Благодарю вас за беседу. Спасибо. Я напомню о строительстве кампуса ЗАБГУ. На вовведениях в учебном процессе и приоритетных специальностях мы говорили сегодня с исполняющей обязанности ректора Забайкальского государственного университета Оксаны Мартыненко. Полную версию интервью смотрите в нашем эфире на YouTube-канале и в социальных сетях. Накануне в киноконцертном зале театра «Амарсайн» в поселке Агинское прошел премьерный показ художественного фильма на бурятском языке «Алан Гоо». В основу сюжета музыкально-исторической драмы заложено несколько глав литературного памятника летописи «Сокровенное сказание монголов». «Алан Гоо» – это совместный эксклюзивный проект Национального театра песни и танца «Амарсайн» с монгольской кинокомпанией «Идуган Энтертаймент». В основе сюжетной линии несколько глав летописи «Сокровенное сказание монголов», которая рассказывает о прародительнице Чингисхана Алан Гоо. Роль этой исторической персоны исполнила директор театра «Амарсайн» Аюна Дорижапова. Мы хотим сказать, что мы должны знать историю, историю происхождения наших хори-бурят, которые проживают в Забайкальском крае, в Монголии и в Китае. И ту историю, когда прародительница Чингисхана Алан Гоо говорит, сокровенные золотые слова мы говорим, что мы должны жить в мире согласии, поддерживать друг друга, почитать все наши традиции, обычаи. И вот про это наш фильм. Для коллектива театра «Амарсайн» это был первый опыт работы на съемочной площадке полнометражного художественного фильма. И, надо сказать, успешная. А все благодаря профессионализму монгольских коллег и поддержке окружной администрации. Я исполнил одну из главных ролей в художественном фильме «Алан Гооо». Играл Хана Добумурган. Это мой первый опыт в участии съемочного процесса в съемках фильма. И, я думаю, начало заложено. И в ближайшем будущем, надеюсь, мы будем радовать вас своими новыми фильмами. Как солисту очень понравились песни, которые я исполнял в этом фильме «Алан Гооо». Первый раз снимался в фильме как актер. И мне очень понравился сам процесс. И ждем вас о новых проектах. В нашей копилке нашего репертуара появился вот такой прекрасный первый художественный фильм. Это очень радостное событие для нас. Я думаю, что начало положено для всего Агинского округа, для всего Забайкальского края. Что с этого момента нашими силами мы можем снимать такие вот новые качественные продукты, как художественные фильмы, вот такого масштаба исторического, музыкального. Поэтому поздравляем, дорогие друзья, всех нас, всех жителей Забайкальского края с этим событием. Агым бурядут у Ракша! Первый просмотр фильма, который прошел в театре «Амар Сайн», уже посетили более 300 зрителей. Глава региона Александр Осипов поручил включить показ исторической драмы «Алан Гоо» в программу Забайкальского международного кинофестиваля. Так что у каждого из четинцев будет возможность увидеть этот уникальный исторический фильм. Или необычным видео можно в специальном закрепленном сообщении в шапке профиля. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире.